Исследование мозга музыкантов говорит нам о том, что как взрослые музыканты, так и дети маленькие, которые начинают заниматься музыкой, они приносят непосредственную пользу своему мозгу, потому что занятия музыкой очень сложны. Одна рука играет одно, другая – другое, очень быстро, разные пальцы разные, с разным ритмом, но координированы друг с другом. Вообразите, что делается в голове. Поэтому люди, которые занимаются музыкой, не просто становятся хорошими слушателями для филармонии, повторяю, это банальность, это и как всем это известно, они улучшают серое вещество, меняется его объем даже, понимаете? Так что musical training can affect changes at an anatomical level. На анатомическом уровне мозг меняется от того, что люди учатся играть на фортепиано или на чем угодно.